Едем в Австралию, точнее уже на подходе. Решил сделать видео про систему нервного газа, покажу вам и расскажу как эта система работает. Как многие знаете я работаю на танкере, сейчас нахожусь на танкере, который перевозит практически 170 тысяч нефти. Мы будем выгружаться в Мельбурне. Обычная выгрузка занимает пару дней, но по информации из разных точек мира выгрузка там очень долго. Стотысячники выгружаются по две, по три, иногда по четыре недели. Сколько мы будем выгружаться неизвестно. Ладно, перейдем к сути видео, которое буду делать. Так как мы находимся на танкере, значит мы перевозим нефть или какое-либо топливо. Все знают, что каждое топливо выделяет пары. Пары это углеводород или он же гидрокарбон английском. Нефть, она является хорошим диэлектриком. При транспортировке нефти под воздействием внешних сил в грузовых танках формируются значительные потенциалы статического электричества, разряды которых могут привести к взрыву. Поэтому на всех танкерах, согласно Международной конвенции Марпол, должны быть установлены системы инертного газа. На нашем судне мы можем использовать инертный газ для грузовых танков от самовлагательных котлов, у нас их два штуки. И также у нас есть отдельная обстановка, это генератор инертного газа. Чтобы произошел взрыв внутри танка, необходимо три компонента. Это источник воспламенения. Второй компонент это содержание гидрокарбона от 1 до 10%. И третий компонент это содержание кислорода более 11% по объему смеси с гидрокарбоном. Мы с помощью системы инертного газа будем нагнетать инертный газ в грузовые танки с содержанием кислорода 3-4%. И тем самым мы будем избегать взрыв танкера. Есть определенные пределы воспламенения. Сейчас я вас не буду грузить цифрами в каких значениях происходит взрыв. Но есть пределы low explosion level, это нижний предел воспламеняемости. И high explosion level, это верхний предел воспламеняемости. Между этими пределами возможен взрыв при наличии источника воспламенения. Будь то разряд статического электричества, любая искра, сигарета, вспышка фотоаппарата и так далее. Этим я вам голову грузить не буду. Это вы можете узнать в учебниках про системы инертного газа. Вообще, если вы планируете работать на танкерах, то рекомендую изучить международное руководство по безопасности для нефтяных танкеров. Изгод называется. Там все подробно рассказано. Есть как на английском языке, так и на русском. Не ленитесь прочитать. Рекомендую. Мы сейчас, когда приедем, пришвартуемся, приготовим систему и я вам покажу, как мы запускаем систему инертного газа с механической стороны. Которую, кстати, должен знать абсолютно каждый механик, работающий на танкере. Пытаюсь показать и рассказать по максимуму, как все это выглядит и что происходит. Если у вас возникнут вопросы, всегда спрашивайте, пишите. Чем смогу, тем помогу. После Австралии судно должно поехать в Китай в док на пятилетний ремонт. Если у меня не получится уехать из Австралии домой, то покажу, что происходит во время ремонта в заводе. В сухом доке я ни разу не был. Интересно, конечно, побывать, но уже почти 6 месяцев устал и пора домой. Но если не въеду, то обязательно сделаю видео. Так что подписывайтесь на канал, посмотрим на танкер снаружи. Всем привет, кто смотрит мои видео. В этом видео я покажу и расскажу, как работает система инертного газа на танкере. У нас система может работать от вспомогательных котлов и также у нас есть генератор инертного газа. Но он нужен для того, чтобы поднять давление в грузовых танках на грузовом переходе. Для выгрузки он не годится, так как у него слишком маленькая производительность. Сейчас мы готовимся к выгрузке, поэтому показываю на примере вспомогательного котла. Alex, all is ready? Dumping ready? Запускаем вспомогательный котел. Как это происходит, я делал видео. Сейчас останавливаться на этом не будем. Сначала запускаем котел в ручном режиме, так как у нас маленькое давление в системе. Если на хаймод поставить его в авто, то он будет закидывать нагрузку очень сильно. Запускаем на ручном. Переводим на хаймод. Переводим на хаймод, чтобы активировался клапан сброса пара. Дампинг в ручном режиме, так как у нас будет работать котел без остановки, пар естественно нужно будет куда-то сбрасывать. И мы его будем сбрасывать на вакуумный конденсатор. Все, котел перевели на хаймод. Теперь нам нужно увеличить нагрузку на котле до 35%. Это у нас минимальная нагрузка для инертного газа. При этой нагрузке у нас достигается нужное содержание кислорода в инертном газе. Чуть позже все подробнее расскажу и наглядно покажу на схеме. Все, нагрузка 35%. Котел может работать без остановки. Когда давление пара в системе будет 13,5 кг, то начнет открываться клапан сброса пара на вакуумный конденсатор. 13,5 кг это уставка. Сетпоинт. Мы можем сделать и 10, и 15, и 5, но для работы паровых и грузовых турбин необходим острый пар. Давление не должно быть менее 10 кг. Сейчас показывает, что в системе 8,5 кг. Когда здесь будет 13,5 кг, то начнет открываться этот клапан. Это 314 бит. На практике мы используем от 13 до 15 кг пара для работающей турбины. Это панель запуска системы инертного газа. Первым делом мы запускаем насос охлаждения скрубера. Скрабер. Кулинг. Насос необходимо запускать минимум за полчаса до старта системы инертного газа. Предварительно я это все делал. В основном для того, чтобы все это вам более наглядно показать. Задача скрубера это очистить газы от сажи и двуокиси серы. Также для охлаждения инертного газа. Инертный газ это выхлопные газы из котлок, которые образуются в процессе горения топлива. И скрубер очищает и охлаждает эти выхлопные газы. Видим, что горит индикация System Ready, то есть система готова к пуску. Сейчас мы запустим систему. Это будет выглядеть так. Видим, что работает первый котел. Откроется Abtake Valve. Потом покажу вам его. Инертный газ пойдет на скрубер. Здесь газы охлаждаются и очищаются. Затем вентилятор инертного газа всасывает и нагнетает дальше по системе. Если содержание кислорода больше 8%, то газы выходят в атмосферу. Если меньше, то открывается главный клапан на палубе. Газы проходят через водяной палубный затвор Dexin. И дальше уже грузовые танки. Сейчас видим по схеме, что клапан в атмосферу открыт, так как содержание кислорода у нас в магистрали почти 21%. Перед каждой выгрузкой кислородомер, он же Oxygen Analyzer. Он калибруется. Если интересно, как это происходит, пишите комментарии. Тогда сделаю видео. Это наглядно показал. Теперь запускаем систему инертного газа. И покажу, как это происходит на деле. Нажимаем InertGas System Start. Сейчас автоматика проверяет все и начинает открываться наглутающий клапан после вентилятора. Как электропневматический клапан откроется, вентилятор запустится, сразу откроется аптейк-велк котла и система начнет работать. На некоторых сюда все запускается отдельно. Запускается вентилятор вручную, открываются клапаны. Но здесь автоматика делает свое дело. Клапан открылся, вентилятор запустился. Открылся аптейк-клапан. Все, теперь система начинает работать. Сейчас постепенно уровень кислорода в магистрали начнет снижаться. Уровень кислорода в инертном газе необходимо поддерживать не более 5%. Мы держим от 3 до 4. Как кислород достигнет 8%, то его можно будет нагнетать в танке. Если больше 8%, то автоматика не даст открыть клапан. Если меньше 8%, то у вас будет сигнализация, то что уровень кислорода высокий. Сигнализация уйдет, когда кислород будет менее 5%. Уровень кислорода сейчас менее 5%. Уровень кислорода сейчас менее 5%. Сейчас торговый может открывать нагнетающий клапан грузовые танки. Сейчас автоматика, скорее всего, не открывает этот клапан из-за того, что давление в танках присутствует. Суставку можно менять из ССР или пуга по-русски. Когда начнем выгрузку, свободное пространство над грузом увеличивается и, естественно, давление инертного газа уменьшается. Затем будет открываться main control valve и тем самым будет поддерживать нужное нам давление. Если давление в грузовых танках будет меньше 150 мм водного столба, то автоматика трепует турбины. То есть грузовые турбины остановятся автоматически. То есть, простыми словами, активируется защита. Это IGG, генератор инертного газа. Как говорил в начале видео, он нужен для того, чтобы подвивать давление в грузовых танках на грузовых переходах. Из-за того, что производительность генератора маленькая, то для грузовых операций он не годится. Также на скрубере есть защита. Защита по низкому давлению охлаждающей воды и защита по высокому уровню воды в скрубере. Если активируется какая-либо защита, то сразу же устанавливается вся система инертного газа. Также, если будет высокая температура инертного газа, то остановится вся система. Если на палубном водяном затворе сработает бабловок по низкому уровню в дексиле, то также трепуется вся система инертного газа. Это насосы дексила, позже покажу их. Если сработает пресс-свеч по низкому давлению в системе водяного затвора, то также грузовые системы. Сейчас у нас уровень кислорода в инертном газе 3,2%. Кислород поддерживается для того, чтобы не произошел взрыв танкера. Так как из-за низкого кислорода внутри танка взрыв просто невозможен. Это температура инертного газа после вентиляторов. Установлена уставка. Если достигнуть 65 градусов, то происходит установка системы инертного газа. Уровень кислорода мы можем регулировать с помощью уставок соотношения топлива к воздуху в котле. Сейчас покажу как. Котле у нас сейчас почти 14,5 бар. Сейчас переведу его в авторежим. Нажимаем на форс-тумер газ. В открывающем окне активируем. Ставим «он» и подтверждаем. Это я задал минимальную нагрузку, которую должен поддерживать котел. То есть нагрузка в автоматическом режиме не упадет менее 35%. Теперь переводим котел в автоматический режим. Все. Котел работает в автомате. По мере расхода пара нагрузка будет подниматься, но не будет опускаться ниже 35%. Думаю, тут понятно. Теперь покажу как изменить уровень кислорода в инертном газе. Заходим в нужное нам меню на работающем котле. И меняем уставку соотношения топлива к воздуху. Было 98%. Ставлю 102%. То есть сейчас добавляется больше топлива в котел. А воздух остается в том же значении. То есть сейчас у нас начнет уменьшаться уровень кислорода. Было 3,4, 3,2. Сейчас посмотрим, меняется ли не. Да, видно, что уровень кислорода снижается. Можно и 1% сделать, но при этом у вас будет валить черный дым из трубы. На дизельных машинах, если вы видите, что валит черный дым, то значит не хватает воздуха. Значит или фильтр всасывающий забился, или просто турбина убитая. Ладно, это уже не туда палец. Здесь мы регулируем уровень кислорода с помощью соотношения топлива к воздуху. Добавляем или уменьшаем. Как говорил ранее, обычно поддерживаем от 3 до 4% уровень кислорода. При этом значении взрыв танкера невозможен. Но все равно танкера взрывается. Так что знайте, если произошел взрыв танкера, 99% в этом случае это произошло по вине экипажа. А 1% если танкер взорвался, то скорее всего на него либо сбросили бомбу, либо в стиле торпеды. Как показывает практика, торпеда не смогла взорвать или подать на танкер. Каждый, кто работает на танкере, должен знать, как работает система инертного газа. Если человек не знает, как она работает, то это очень опасно человеку. Декуатор силы, это палубный водяной затвор, он нужен, чтобы пары груза не прошли обратно в машинное отделение. Если они полностью пройдут и дойдут до котла, то произойдет также взрыв. Но хотя очень много барьеров для этого, поэтому, думаю, это практически нереально. Так как очень много клапанов обычные, клапана невозвратные. Постоянно открыт клапан в атмосферу перед блаверами. Чтобы этого и не произошло, то есть у нас этот водяной палубный затвор. Декуатор силы. Есть умники, которые проработали 10-15 лет на танкерах. Говорят, что декуатор силы охлаждает инертный газ. Это вообще неверно. Он предотвращает попадание паров от груза в машинное отделение, а именно в котел. Здесь, думаю, все понятно. Если есть вопросы, задавайте. Чем смогу, тем помогу. Пишите в комментариях или в инстаграм. Сейчас снова верну вставку на котле. И пойдем в машину, покажу, что там сейчас происходит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас видим, что клапан открыт на 50%. Пошли вниз, покажу, что там. Это вакуумный конденсатор. А это труба, по которой, собственно, сбрасывается пар и затем он там конденсируется. На вакуумный конденсатор поступает по этой трубе забортная вода. Там находятся трубки, по которым он проходит. Так как податься холоднее пара, то он конденсируется в этой полости, затем конденсатными насосами откачивается в тёплый ящик. Это автоматический клапан, который поддерживает необходимый уровень конденсатных конденсаций. Это конденсатные насосы. Сейчас поднимусь и покажу немного подробнее. Вот эта труба, по которой сбрасывается пар. А это воздушно-паровой эжектор. Эжектор проходит в пар, создаётся экжекция и он высасывает воздух из вакуумного конденсатора. Там образуется вакуум, и этот вакуум засасывает пар от грузовых турбин или от клапана сброса, от Даркен-Фэлла. Здесь у нас расположен перемунь выхода забортной воды. Здесь расположен сам выход забортной воды. Вход всегда находится снизу, а выход сверху. Сделано это для того, чтобы трубки конденсатора были полностью заполнены в воду. Это паровой клапан грузовой турбины. Если открыть этот клапан, то начнёт поступать пар на турбину. Турбина раскручивается. Естественно, у пара должен быть поток. Фару выходит. А точнее, поступает на вакуумный конденсатор при помощи вакуума. Затем он здесь кондентируется и откачивается обратно в тёплый ящик. Кому, кстати, интересно, я делал видео про паровую систему. Там, я думаю, кто-то всё рассказывал. Выходите сюда на кухню. В этой полосе собирается конденсатор. Этот клапан поддерживает уровень конденсатора. Затем один из этих двух насосов откачивает конденсат в тёплый ящик. Сейчас такой уровень поддерживает для того, чтобы поддерживался вакуумный конденсатор. То есть, это своего рода водяной затвор. Это насос индексива, палубного затвора. У меня есть, кстати, классная анимация от производителя. Позже загружу. Видите, как работает Дексил, Скрубер и вообще вся система инетного газа в анимации. Очень классная анимация. Там всё доступно и всё понятно. Здесь, думаю, понятно. Если непонятно, то пишите. Стараюсь, как-то иначе отнесу. Теперь пойдём наверх в Скрубер. Это Скрубер. Выхлопные газы от вспомогательного котла охлаждаются, очищаются от карбона здесь. Газы поступают по этой трубе. Труба, как видите, в изоляции. Выхлопные газы достигают примерно 320-350 градусов. Проходят через Скрубер и выходят очищенные и охлаждённые. Здесь мы видим давление охлаждающей воды в Скрубер. Рабочий диапазон от 2 до 3 килограмм. Я говорю ранее в цеплу. Есть защита по давлению. Так вот, если давление упадёт до 1,6, то сработает пресс-свич. То есть, активируется защита по давлению. И, естественно, сразу же остановится вся система инертного газа. Вот так выглядит работающий Скрубер. Сейчас он очищает и охлаждает выхлопные газы котла. Вода постоянно циркулирует в нём. Когда будем его открывать, сделаю фотки, прикреплю к видео, увидите, как он устроен. Это вторая защита Скрубера. Защита по высокому уровню воды. High Level Switch. Если вода в Скрубере поднимется до этого уровня, поднимается поплавок, замыкается контакт и останавливается вся система инертного газа. По этой трубе заходит вода в Скрубер. Внутри установлены распылители, которые орошают и тем самым охлаждают и очищают выхлопные газы. Также будем открывать Скрубер, сделаем фотографию. Всё, покажу, как будем открывать. Будем здесь. Это паровой вспомогательный котёл. Видео, как он устроен и принцип действия я делал ранее. Если интересно, то заходите, смотрите. Вот сейчас в котле происходит горение. При такой нагрузке котёл сжигает примерно 600-700 литров топлива в час. Бывает, что за сутки, если работают абсолютно все турбины, то котлом мы сжигаем до 60-70 тонн за сутки. Это при интенсивной выгрузке. Если обычная выгрузка двумя турбинами, то примерно 35-40 тонн сжигается за сутки. Так вот, выхлопные газы из работающего котла поступают на Скрубер. Поступают они так. По этой выхлопной трубе поднимается вверх каптейк клапана. Вот два отростка. Один в атмосферу, другой отросток каптейк ВЭУ. Вот здесь уже находится сам аптейк клапан. Аптейк ВЭУ. Когда мы запускаем систему инертного газа, открывается этот клапан. Итак, вот этот клапан. Видим, что сейчас он в положении ОПЕН. То есть в открытом положении. А это магистраль из второго котла ОПЕН. ОПЕН у нас сейчас закрытый. Видно, что он в закрытом положении. Запускаем систему. ОПЕН открылся. Газы по этой выхлопной трубе идут дальше на Скрубер. Зашли в Скрубер. Насладились, очистились. Затем... Затем на эти газы засасывает вентилятор инертного газа. Инерт-газ-блогер. И сразу же нагнетает на палубу. Затем грузовые танки. Этот клапан уже непосредственно идет на палубу. Если клапан открыт, то газы, проходя через дексин, далее пойдут грузовые танки. Это, кстати, термопара. Она определяет температуру инертного газа. Если поднимется до 65 градусов, то сработает защита. Так как клапан сейчас закрыт, газы сейчас выходят в атмосферу по этой трубе. Позже покажу. По этой трубе у нас идет забор инертного газа на оксиджетоналазе. То есть на газоаналеза. У нас два газоанализатора. Номер один и номер два. Сейчас в работе открыт первый номер. Каждая выгрузка мы его обязательно колебуем. Если интересно, как это происходит, пишите в комментариях. Сделаю отдельное видео про это. Анализатор считывает, какое содержание кислорода находится в газе. И от этого уровня кислорода уже, естественно, зависит, как будет работать автоматик. Сейчас уровень кислорода в газе 3,2%. Если кто не знает, то атмосферный воздух, обычный, который мы дышим, содержит 21% кислорода. А у нас 3,2%. То при этом содержание кислорода, горение или взрыв, он просто невозможен. Думаю, знает каждый школьник. Это на ОБЖ в начальных классах все рассказывается. Если вы танкеристы и этого не знаете, то сходите на танкерные курсы. Это будет полезно для вас. Как начнется выгрузка, свободное пространство над грузом начинает увеличиваться. Естественно, начинает понижаться давление газа в танках. Затем этот клапан откроется, и Ай-Чип пойдет в грузовые танки. Но сейчас клапан закрыт, газ идет вот так. Вентилятор накрутает, макестраль заполняется. Естественно, куда-то должен выходить газ, и он выходит в атмосферу по этой трубе. Это продолжение этой трубы, а это клапан, который открывается или закрывается. Сейчас газы выходят в атмосферу на самый верх трубы. По индикации видно, что клапан открыт. Я говорил ранее, если уровень кислорода в газе в 8 и более процентов, то автоматически закрывается клапан грузовой танки и открывается в атмосферу. Надеюсь, все понятно. Сейчас тезисно. Работает котел, выхлопные газы котла проходят через аптекуэл, поступают на скрукбер, там газы охлаждаются, очищаются. Затем вентилятор инертного газа всасывает и нагнетает магистраль. Оксиджен-аналайзер или он же газоанализатор определяет уровень кислорода в инертном газе. Если кислород менее 5%, то мы нагнетаем его в грузовые танки, набиваем нам нужное давление, то есть заполняем свободное пространство над грузом. Чтобы газоиспаряемие от груза обратно не пошли в машинное отделение, на палубе у нас установлен палубный водяной затлор DEC WaterSill. Думаю, я вам доступно рассказал и показал. Это я рассказал основную базу. Конечно, есть очень много нюансов по этой системе. То, что я рассказал, должен знать абсолютно каждый член экипажа, который работает на танкере. Так как танкер, можно сказать, пороховая бочка на плаву, нужно понимать, где вы находитесь и обязательно необходимо соблюдать технику безопасности. В противном случае могут погибнуть люди. Если у вас есть вопросы, спрашивайте, чем смогу, тем помогу. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Всем спокойной работы. Всем пока.